Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у меня в гостях привет Прохор Шаляпин. Добрый поздоровается. Человек он творческий. Прохору интересна тема вегетарианства. А почему она тебе интересна, вот эта тема вегетарианства? Что хочешь? Я вообще знаю, что от мяса люди стареют быстрее, потому что его тяжело переваривать и начинает образовываться на лице даже видимость этой тяжести. Вот поэтому я не то, что 100%, не знаю, что нам мясо нужно. Тем более, у меня клыки есть, и мне скажешь, что они как раз для этого нужны. Что нужно их взрывать, да? Да, вот. Поэтому частично вегетарианство, то есть я иногда отказываюсь на какой-то период времени от мяса, очищаю себя и легче себя чувствую. Но мне вот интересно, не повредит ли это здоровье в принципе, потому что много мнений очень по поводу отказа от мяса. Вот. Хорошо. Начнем тогда с мяса, да? Действительно, мясо... Почему тяжесть возникает от мяса? Потому что мясо такой продукт, который для своего расщепления и усвоения требует больше всего энергии, и за счет этого он дольше переваривается, и человек чувствует, ага, у меня там тяжесть имеется и прочее, прочее. Особенно если мясо это жирненькое, потому что жирненькое мясо вкусно. Вот. Но, если его съедать с овощами, а при этом овощей надо брать раза в 3-4 больше, причем, знаешь каких овощей? Листовых. То есть это капуста, это богородский перец, это петрушка, это кинза, там, укроп и так далее. А помидоры и огурцы, что мы в основном? Пойдет, пойдет помидоры и огурцы, но не так, как хотелось бы. Оказывается, именно чтобы переварилось мясо, лучше всего использовать листовую зелень и тогда ферменты, которые находятся в ней, хорошенько все переваривают. Но зелень не должно быть свежей в 3-4 раза больше. Тогда нормально получается. Надо съесть кусочек вот такой мяса, и вот столько зелени получается. И тогда тяжести не будут все так, так сказать, пройдет туда, куда надо. Вот. А когда мясо с хлебом, это самое плохое сочетание, которое может быть, потому что, оказывается, на мясо своя среда требуется в желудке, на хлеб своя среда, и они несовместимы. И поэтому этот кусочек падает, и желудок думает, а что мне, как бы сказать, переварит в свою очередь. И поэтому давай-ка я тогда выделю столько желудочно-кишечных соков, чтобы все это переварилось. То есть он заливает желудок полностью, и мы ходим, вот особенно от пельменей, ага, вроде бы сытно. И естественно, если человек ест много мяса, что происходит? Происходит, что белок у нас обновляется, и он выделяется через почки. Если мы переедаем мясо, то чрезмерно страдают почки. Потому что белок, в отличие от жира и крахмала, и углеводов, не откладывается в жир у нас. А должен выходить. Если он не выходит, клеятся мочекислые камушки. А я еще хотел спросить очень интересный вопрос. Я слышал, что полезнее есть сырое мясо, нежели термически обработанное. Потому что сырое мясо, я слышал, что легче переварить человеку. Я вот очень люблю иногда тартар. Вот из говядины во Франции, в Париже, когда сидели, мы наворачивали этот тартар, у меня же слюнки потекли. И в общем, это так вкусно, и прямо вот его хочется есть и есть. И вот мне интересно это. Ладно, как-нибудь буду в Париже, попробую, что такое тартар. Потому что... Это мясо перерубленное, свежее, говядина. То есть, ну там немножко яйца сырого добавляют, всякие приправы и все. То есть, это не жарится, не парится. Вот, оказывается, еще давным-давно проводили опыты, какое мясо переваривается лучше. И все заключалось в том, что брали удала. И вот было непонятно, он заглатывал целого кролика, и по расчетам ученых, он должен был выделять там в ведра два желудочно-кишечного сока, чтобы все это переварилось. А на самом деле этого не происходило. И вот они сделали следующий опыт. Взяли две лягушки, одну сварили, а другую сырую, просто на простом виде. И бросили в два стаканчика с желудочно-кишечным соком человека. И смотрят, опыты у них все простые. Смотрят, вареная лягушка начала перевариваться, потом остановилась. Сырая сначала не особо, а потом вся растворилась полностью. Вся, кости там, все. И чего не осталось. И вот они задумывали, что ж такое. И был выведен следующий закон. Оказывается, в клетке, в каждая клеточка, она содержит внутри себя такие капсулы, которые называются лизосомы, с особым ферментом. Именно этот фермент расщепляет там пищу, которая поступает в клеточку. И оказывается, если мясо сырое, все эти ферменты активны. И соляная кислота человека, животного, она просто-напросто разрушает вот эту оболочку клеток и разрушает вот эти капсулки с ферментами. Ферменты выходят, и клетка переваривается под действием своих же собственных ферментов. Оказывается, так питаются пауки. Они просто-напросто в муху впрыскивают свой сок. И дальше получается, что все переваривается под действием своих же собственных ферментов мухи. И они его только в бульон и так всасывают. Нечто подобное и у нас, и у хищников. Потому что хищники вообще глотают. У них настолько мощная соляная вот эта вот кислота, которая просто-напросто мембранки поразрушала. Эти лизосоны разрушились, ферменты вышли, и все переварилось. Кстати, вы, наверное, смотрели фильмы «Дискавры», где показывали удал заглатывание с копытами, с рогами и так далее. И с шерстью на выходе практически ничего нет. Все переваривается. Представляете, какая мощность? Но вот сырое потому что. Поэтому сырое именно мясо, снабженное специями. Специи нужны для того, что есть и там, есть какие-то там паразиты и так далее. Они, естественно, как маленькие образования, содержащие... Ну, вы говорите, что такое яйцо гельминта? Она покрыта такой воскоподобной оболочкой, которая легко разрушается с помощью специй. Она сжигается просто на пустыне. И все сырое сюда пошло. Под действием соляной кислоты эти все эти ферментики вышли. И все переварилось. Поэтому легкость. Совсем другое дело, когда мясо валеное. И вот тут ферменты не работают, которые находятся в мясе. Надо все это растащить под действием собственных соков. Поэтому тут поджелудочная железа напрягается. В желудок напрягается. Все это... Вот так вот и... Таблетками люди заедают. И процесс... И процесс пищеварения затягивается. А особенно он затягивается на больший срок, когда еще съедается жир. Жир вообще раз-два тормозит. С жиром-то мясо вкуснее. А с жиром я не люблю мясо. Я не люблю. Я, например, люблю рыбу. Очень вот там семгу, форель там, да, вот я очень могу есть ее. Вот. И жирное мясо, вот свинину я не люблю совершенно. То есть просто вот не люблю ее. Почему-то брезгливо к ней отношусь. Потому что я как вспомнил, что свиньи едят отбросы. И как-то вот это все неприятно. Потому что щиплет же теленок, щиплет травку. И как-то вот еще можно его съесть. Вот смотрите. Очень верное замечание, сделанное Прохором. Пища строится. И в том числе животная пища должна, как бы сказать, с живых продуктов. Травка вырастает. А ты еще в свое время Бюрхер Беннер сказал, что существуют различные виды, Бог говорит, продуктов, которые аккумулируют в себе солнечную энергию. И вот зеленая палка, у нас только раз выросла. Это, он говорит, аккумулятор первого рода. Потому что он саккумулировал солнечную энергию. Только солнце дает нам энергию. Больше ничто не дает. И поэтому это самая мощная энергия. Значит, когда человек ее поедает или животное, он сразу в эту свою энергию поступает. Это, значит, хорошо делается. Когда животное седает, это уже аккумулятор второго рода получается. Потому что животное там село. А когда это еще переработалось и сварилось, энергия просто становится труднодоступной. Вот я, например, беру яблоко. И такой пример, знаете, показываю. Вот яблоко. Можно его съесть. И получить пользу. Что делают ученые? Ученые говорят, вот в этом яблоке содержится столько-то калорий. Ясно, понятно. Съев сырое яблоко, мы их получим. Но они все это кладут в калориметрическую печку. Нагревают. Оно обугливается. Калории сохраняются. Уголь мы не едим. И поэтому уже подошло время тебе показать, как бы сказать, прелесть питания здоровой кухни. И мы с тобой сейчас сделаем такой сок, который как раз, знаешь, вот будем говорить так вот. Почему действительно питание целебное? И чем оно целебное? Оказывается, не тем, что там в мясе содержится мясо, там еще что-то, а наличием живых активных ферментов. Где их больше, они сразу же поступают в организм и начинается сработа. Ну вот говорят, есть живая еда, есть мертвая еда. И как раз мы с тобой сделаем самую лучшую живую еду. Это свежевыжатый сок. Вот смотри, сейчас мы с тобой как раз сделаем такое блюдо, которое нас снабжает полноценной энергией и дает нам, знаешь, только здоровье. И те микроэлементы, которые сразу же начинают действовать. Потому что все вареное надо оживить сперва. А это все сразу раз, кровотворение и прочее, прочее. Итак, мы берем с тобой яблочки, сделаем один из вкуснейших соков. Это яблочно-свекольный. Я сейчас просто попробую, какое яблочко. То, что надо яблочко. Для сока яблочно-свекольного берите яблоки сладкие или кисло-сладкие. Вот. Свекла должна быть свежая. Некоторые говорят, что свежая свекла, там она там вредная, что-то там оказывает. Ничего подобного. Она будет работать так, как надо. Но свеклы должно быть примерно раза в 4-5 меньше сока, нежели яблочко. Итак, в свекле содержится биологически активное железо. И железо этого мало. Но оно прекрасно усваивается. И обладает великолепнейшими кровотворными свойствами. А самое интересное, почему кровотворными свойствами... Я так смотрю, не маловато нам двоим будет? Наверное, маловато, может, еще. Хорошо. Оказывается, кровь создает все ткани в организме. И если кровотворение нормально, человек обновляется и постоянно молодеет. Если этот процесс у вас... Хотя бы не стареть, потому что если... Некоторые мои ровесники уже выглядят на 40 лет. Во! Выпьем животворящий яблочно-свекольный сок. А, смотри. Раз ты любишь так мясо сырое, оно тебе что-то должно напоминать. Можно сказать, своеобразная кровь. Молодую кровь. Выпьем за здоровье. Потихонечку попробуем, потихонечку. Ну что? Сладкий вкусный сок. Сладкий вкусный. На редкость очень приятный. Да. Пиво медленно, плавно, не спеши. Значит, соки эти требуют хорошего смягчения, смачивания слюной. И свекла практически не чувствуется. Это надо утром пить в основном или когда хочешь? Это можно пить перед едой за 30 минут. Я хотел спросить еще у вас, можно ли есть отварную рыбу? Ну, как бы, ну, вы понимаете, что ее можно есть, но есть ли в ней какой-то смысл для нашего организма? Смысл, несомненно, конечно, есть. И причем смысл может быть следующим. Одно дело, просто накормить, что-нибудь положить в организм и пускать. Да нормально, нормально. Вот как там организм будет с ним разбираться, это его дело. А вот если, может, допить или туда? Я сейчас допью еще. А вот если хочешь, чтобы это все дало определенную пользу, а тем более исцелило, то тут уже к продуктам надо избирательно подходить. А именно, рыбку можно, но опять-таки, если она отварная, пускай будет, ее можно, или запеченная, опять-таки, с овощами. И не так уж много. Она легко довольно-таки перевалится. Но она легче намного, чем мясо. Намного, да, легче, чем мясо. Вот, овощи должны присутствовать. И пускай эти овощи будут запеченные. Гриб, болгарский перчик, там что-то еще там, баклажанчик и так далее. Ну, во всех ресторанах так и подают, в основном рыбу, если вы в ресторане ее заказываете. Вот, единственное, чтобы после не запивать. Потому что, как человек скушал рыбку, скушал там мясо, или скушал любой другой продукт, и после этого начинает чем-то запивать, желудочно-кишечные соки, которые выделились у него... Растворяются. Разбавляются. И пищеварение останавливается. Даже горячим чаем нельзя. А чай что, не вода? Мне сказали, что чай надо горячий после вот особенно жирной пищи, потому что он помогает как бы жир протолкнуть дальше и... Как бы вот... Вот, смотрите, действительно, просто что-то протолкнуть. Не переварить, а уже протолкнуть. Потому что жир переваривается очень долго. Любые продукты требуют своей технологии приготовления и также употребления. И после они требуют определенного срока, в результате которого они перевариваются. Жирные продукты требуют больше всего времени. Поэтому их надо есть когда? Утром. Ну, в основном... Я просто смотрю на своих родителей. Они тазами едят еду, стругают салаты, вот эти оливье. Особенно если какой-то праздник, все, это начинается. То есть я говорю, мама, вы же... Ну, они полные у меня совершенно не уже зафигуры. Какая мне фигура, у меня возраст. Хотя какой возраст моей маме? 49 лет всего. Смотри, дело даже не в том, что полные люди. А дело в том, что эта полнота становится нездоровой. И начинается гипертония. Предрасположенная к сахарному диабету второго типа. Суставы и пятая, десятая. То есть, если надо питаться из-за того, чтобы ферменты были, чтобы они расщепляли полноценную пищу и делали нас стройнее. Давали нам жизнь. Кстати, я тебе приготовил еще одно блюдо, в котором именно присутствует... Вот если ты сейчас выпил и как бы сказать, жизнь там есть, не есть... Жизнь все-таки пока еще чуть-чуть есть во мне. Угу. Я имею в виду продукт. То сейчас я тебе хочу приготовить следующее блюдо, которое по-настоящему поднимает энергетику и жизненный потенциал организма сразу же и на много. А вы знаете, почему я сделал вывод, что мясо оно отяжеляет, отягощает? Мне как-то раз одна моя подруга посоветовала, говорит, съешь пророщенный горох. Я так думаю, что какой пророщенный горох еще, какая глупость. Вот я пью кефир, если голодна, и пророщенный горох. И я один раз купил этот пророщенный горох, вот он как вот это только... Это хорошая пшеница. Да. И, в общем-то, съел его кефиром, запил. И, в общем, у меня не было никакого-то расстройства желудка, как многие там подумали бы. Вот, у меня появилась энергия, настроение поднялось, и я не хотел есть. Вот, и я, ну, задумался на эту тему, что очень много зависит от питания. Взять моих родителей, они едят тоннами, все время уставшие, все время хотят спать, или там у них голова болит. И я понял, что есть ненужная пища, которую люди наполняют себя и толстеют, и от нее плохое настроение, и все, только хуже. И болезни, а есть какая-то, ну, какая-то вот пища, вот как вот это вот видишь, да, что я вот, например, понимаю, что оно... Сладенькое любишь? Я сладкоежка вообще, без сладкого не могу. О, ну, это как раз тогда будет для тебя. Это блюдо как раз для Прохора. Итак, мы делаем следующее блюдо. Это убираем. И вот, говоря о вегетарианстве, я как раз сейчас приготовлю блюдо, которое подходит для тех, кто ест кисломолочные продукты. В качестве основы мы возьмем вот как раз проросшую пшеницу. Я про нее только хорошее слышал, что она дает энергию, что она... Вот. Она дает энергию, потому что прорастает. Здесь есть жизнь. Если не было бы жизни, здесь ничего не прорастало. И наша задача, эту жизнь, встроить в свой организм. И нам в этом поможет вот этот вот блендерик. Так, это мы сюда кладем. Просто-напросто так. Ну, я считаю, это периодически можно употреблять, да, вот, чтобы чуть-чуть всю организму? Это можно употреблять практически ежедневно в качестве завтрака, в качестве ужина, после того, когда пришел с концерта. С тренировки. Да, с тренировки хочется покушать. И чтобы не обременяла пища, как раз вот она будет делать то, что надо. Так, проросшая пшеничка есть у нас. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сюда берем творожка. Используем. Вот. Творожок. Опа, столько. Так, теперь мы сюда, ты любишь сладенькое, мы метка добавляем. Вот, меда добавили. Есть медочек? Так, так. Варенье. Можно варенье, но мед лучше. Мед лучше. И кисломолочный продукт. Просто квашу. Кефир ряженку. Кефир ряженку, да. Опа, давай. А живот потом не схватит? Живот? Да, вот интересно. А с чего? А посмотрим. Посмотрим. И даже сюда можно добавить немножко и тыквы. Ну ладно, делать не будем. А можно тыквы все-таки добавить? Потому что я очень люблю тыкву. У меня бабушка вот в Волгограде все время ее готовила. Но я так не умею. Хорошо. Сейчас мы добавим и тыкву туда-сюда. Тыкву добавляем так. Опа, отрезали ее. А у нас вот такие тыквы растут. Положили. Вот это самое лучшее, когда большие тыквы и сладкие они. Так. Так. А что вы можете сказать по поводу тех людей, которые ну вообще мясо не едят? Я просто о том, что клыки-то у нас есть, они, значит, присутствуют. Значит, они говорят о том, что мы должны есть все равно мясо. Но это не говорит о том, вообще-то, что если клыки есть, то, значит, обязательно надо употреблять мясо. Потому что существует строение, оценивается не столько по клыкам, оно оценивается по устройству желудочно-кишечного тракта. И получается, что и у обезьян имеются клыки, но они в основном едят там фрукты, там, которые зерна собирают, травку. Это следует иметь в виду. Вот. Поэтому не то. То есть отказываться от мяса, но всегда, в принципе, может человек позволить себе? Или есть такие типы, которые просто нельзя им отказываться, иначе... Отказаться от мяса любой человек, конечно, может, зависимо от того, какую он преследует цель. Если он просто-напросто не хочет никого убивать, это уже из идейных соображений. Если он там на какой-то срок оставляет мясо, чтобы там очиститься, это другое. Вот я только очиститься, вот, меня интересует, если вот для здоровья именно человека. Во время поста, и как раз вот православные посты рекомендуют отказаться от животной пищи на какой-то срок для того, чтобы просто-напросто очиститься и облегчить свое состояние. Об этом мы еще с тобой как-нибудь поговорим. Вот, а сейчас готовим наше блюдо. Опа! Вот. И готовим. Это наше блюдо готово. Ну-ка, давай-ка его попробуем. Что у нас получилось? Так. Кстати, тут тыква дала соответствующий цвет. Кстати, вот этот желтоватый цвет, знаешь, для чего полезен? Для чего? Он полезен для того, чтобы голос звучал лучше. Раз. И зубки отбеливались. Тыква, оказывается, отбеливает зубы. Пробуем. Что у нас получилось? Я вот завтракаю, предположим, так. Потом не могу понять, все-таки мясо я могу есть, сколько хочу, меньше мне его. Или как вот, по-моему? Мясо всегда будешь есть столько, сколько тебе надо. Вот почему? Потому что ты еще растешь. Человек ты молодой. Двигаешься. Но для того, чтобы оно полноценно усвоилось, раза в три, в четыре добавляй туда еще зеленый. Спасибо вам огромное. Я очень рад, что сегодня побывал у вас. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!